Епископ Выборгский Приозерский Игнатий возглавил торжество престольного праздника в одном из прекрасных образцов петербургской церковной архитектуры XVIII века, в храме, посвященном памяти великомученицы Екатерины. О божественной литургии расскажут наши петербургские корреспонденты. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святаго Духа будет со всеми вами. Казалось, что гонения на веру православную давно закончились, и подвиг святых, пострадавших вплоть до смерти за верность Христу, останется только в житиях и нашей памяти. Но опять взрывают храмы, убивают мирян и священников, и вновь подвиг святых мучеников призывает нас к настоящей христианской жизни. Святая Екатерина – одна из многих, но когда мы смотрим на образ юной девы, не побоявшейся смерти за веру, невольно думаешь, а смог бы я так. Поэтому много в России храмов во имя Екатерины. Проповедь Владыки всегда проста и понятна, и при этом возвышена и никого не оставляет равнодушным. Каждое престольное торжество, день памяти того или иного святого, он является некой малой Пасхой, свидетельствующей не только о подвиге святого или святой, а самое главное – силы Божьей, которая совершается в немощи. Пример великомученицы Екатерины, конечно, каждого наставляет и призывает иметь хоть маленькую частичку той правды, которую имела Екатерина. И не случайно Екатерина в тропаре именно сравнивается с лучами солнца, и эти лучи подогревались ее добродетелями. И когда сегодня порой человек говорит, как сложно жить, ну если тебе сложно жить, а насколько было сложно жить ей, той юной деве, но способность к доброделанию, она тушила все невзгоды. Так и нас сегодня Господь призывает не впустую разводить демагогию на своих кухнях, не впустую осуждать, а лучше заняться доброделанием, лучше помогать людям. И тогда ты сам не заметишь, как благодать Божия коснется твоего сердца. И не время для разглагольствования, не время для лжемудрствования, а время будет сердце твое освобождено для самого Христа. Владыка наградил архиерейскими грамотами особо потрудившихся на благо церкви прихожан.